Субтитры делал DimaTorzok Саммит по сути 25-летия образования Организации Черноморского экономического сотрудничества, в котором должны были принять участие премьер-министры и главы 12 государств стран-участников. А для удобства журналиста можно найти специальные компьютеры, где находится вся программа саммита, и, конечно же, переводчиков, которые переводят сразу на три языка. Стамбул, где расположен штаб-квартира этой организации, встретил гостей приветливой солнечной погодой и загруженным на улицах трафиком. Однако благодаря тщательной организации турецкой стороны делегации от стран-участников пробок не ощутили, за что и поблагодарили принимающую сторону. Я хочу поблагодарить всех коллегам из турецкой министрии общественных аферий, которые сооружены с техническими компаниями, с конструкционными компаниями, чтобы сделать этот трансфер в наши руководители, трансфер, с почти не проблемами. Замминистр иностранных дел Турции господин Ахмед Илдыз в свою очередь призвал всех гостей чувствовать себя как дома, открыто выражать свою позицию и быть открытыми к конструктивному диалогу, что, кстати говоря, и является основным плюсом организации ОЧС. Она даёт возможность экономического сотрудничества и прямого диалога для стран, которые находятся в конфликтной ситуации друг с другом или даже не имеют дипломатических отношений. Именно ОЧС является уникальной площадкой для проведения двухсторонних и многосторонних встреч и обсуждения спорных вопросов. Она даёт возможность лидерам этих стран пожать руки друг другу, даже несмотря на разногласия между государствами. Продолжение следует... 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 Спасибо. Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина. Позже в их ряды вступила Сербия. Цель у организации была очень простая – наладить торгово-экономическое сотрудничество между странами-участниками. Штаб-квартиры организации назначили Стамбул. В этом году делегации от государств собрались на юбилейном саммите по случаю основания ОЧС. А 25 лет – срок большой для любой международной организации. Да и Турция, которая все это время являлась председателем ОЧС, готовилась передать свои права и обязанности Украине. Сегодня в организации Черноморского экономического сотрудничества функционируют около 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, например, по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с преступностью. Также при организации действует Черноморский банк торговли и развития, Международный центр черноморских исследований, деловой совет и парламентская ассамблея. Саммит по случаю 25-летия проходил в два дня – 21-22 мая. В общей сложности на освещение этого крупного мероприятия было аккредитовано более 350 съемочных групп и журналистов из разных стран. Молдову от средств массовой информации на этой арене представлял наш телеканал. Насыщенная программа саммита практически не позволяла журналистам пообщаться с участниками делегации. Однако некоторые заявления для прессы все же были сделаны. Турецкую республику на саммите представлял, а также лично встречал всех гостей сам президент Раджеп Эрдоган. Лично пожимая руки новоприбывшим участникам, он каждому напоминал, что ОЧС – это не место для политических дискуссий и взаимных обвинений. Это решение экономических вопросов. Сегодня что-то Турецкое обвинение вложение до��� на тех субъездах, Иоранная ряду в ул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Актай Асадов Армению возглавлял заместитель министра иностранных дел Ашот Авакимян Грецию сам президент Прокопис Павлопылос Болгарию вице-президент Ильяна Йотова Ну и наконец нашу страну Молдову Которая, кстати говоря, находится в хороших отношениях со всеми странами-участниками ОЧС Представляли министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Калбур Республика Молдова является одним из учредителей ОЧС Поэтому для нас участие в мероприятиях этой организации не является просто для галочки Мы здесь преследуем в основном экономические интересы развития торгово-экономических отношений со странами-организаций Потому что территория организации охватывает более 2 миллионов квадратных километров Мы говорим про, если можно так сказать, рынок около 340 миллионов потребителей Поэтому, естественно, экономический интерес налицо И глава государства Игорь Дадон, который высоко оценил председательство Турции и ОЧС И отметил, что экспорт из Молдовы в страны, входящие в организацию В 2016 году составил около 48% от общего объема молдавского экспорта А импорт из этих стран – около 46% суммарного импорта Кстати, со многими из присутствующих стран у нас есть двусторонние соглашения о свободной торговле Буквально в прошлом году мы подписали и вступило в действие соглашения с Турцией, двухсторонние Торговое пространство стран-членов организации является важным для развития внешнеэкономической деятельности нашей страны Республики Молдова Экспорт из Молдовы в эти страны в 2016 году составил около 48% от общего объема молдавского экспорта А импорт из этих стран – около 46% суммарного импорта То есть и по экспорту, и по импорту представители стран, которые участвуют в ОЧС – около половины всей внешней торговли Республики Молдова Игорь Дадон также провел ряд двусторонних встреч с вице-президентом Болгарии, главой Греции Которого пригласил в этом году посетить Молдову с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым С премьером России Дадон обсудил целый ряд вопросов – экспорт молдавской продукции на российский рынок, решение вопроса трудовых мигрантов, ряд энергетических проектов и российско-молдавское сотрудничество в АПК Сам Дмитрий Медведев на саммите в Стамбуле выступил с интересной инициативой По его словам, странам Организации черноморского экономического сотрудничества необходимо наладить партнерство для интеграционных процессов с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС Между Россией и целым рядом стран в прошлом году наблюдался неплохой прирост торговли, но общий объем торговли стран ОЧЕС продолжал снижаться В чем причина? Если оставить за скобками внешние условия, которые, конечно, на нас влияют, я имею в виду внешнеэкономическую конъюнктуру То в значительной степени это связано и с нехваткой инвестиций, и с некоторыми перекосами в товарной структуре Поэтому все мы заинтересованы в увеличении объемов торговли, в притоке инвестиций в регион Думаю, что именно на этом нужно было бы сконцентрироваться в будущем У каждой из наших стран есть реальные возможности для кооперации Мы участвуем в соглашениях по упрощению процедур торговли по отраслевому сотрудничеству Россия работает в нескольких форматах Мы действительно развиваем Евразийский экономический союз, создавая безбарьерную среду для перемещения товаров Наш союз открыт для взаимодействия, о чем только что говорил уважаемый президент Республики Молдова В прошлом году у нас была уже создана специальная свободная зона с Вьетнамом и некоторыми другими странами Поэтому нам нужно пытаться выстраивать общее пространство для всех интеграционных объединений Включая и Евразийское партнерство, и Шанхайскую организацию сотрудничества, и целый ряд других организаций Исходя из этих реалий, наша организация, на наш взгляд, могла бы быть глубже встроена в систему региональной кооперации Нужно наладить прочное взаимодействие с международными и региональными организациями, с банками, с фондами Формировать на их основе полноценное развернутое партнерство Не обошлось, к сожалению, и без политических обменений в адрес соседей Так Украина заявила, что решать какие-либо экономические вопросы До тех пор, пока не будут решены вопросы безопасности, в частности, конфликт с Россией Невозможно У нас на сегодня катастрофическая ситуация в сфере безопасности в регионе Черного моря В результате действий России, которая не просто начала и продолжает агрессию против Украины А фактически поддерживает конфликты, в том числе в Молдове, во всем регионе Я сегодня сказал, что организация наша находится, к сожалению, в очень глубоком кризисе Мы должны смотреть, каким образом двигаться дальше Это очень сложная ситуация для того, чтобы сформулировать четкую программу действий Сейчас начинается наше председательство Мы будем думать, каким образом сохранить минимальный уровень экономического сотрудничества Там, где есть, соответственно, принципы международного права А без принципов международного права не бывает никаких отношений на основе ценностей и на основе принципов Делегация из Азербайджана отметила, что армянская сторона препятствует принятию финальной резолюции И решать экономические вопросы она также не готова, пока не будут разрешены все конфликты Это не ОБСЕ, это экономическая организация Но в любом случае конфликты имеют экономические негативные результаты Имеют негативные гуманитарные, потому что люди выгоняются из своих мест, где они живут Экономика страдает, она не развивается и так далее Поэтому я считаю, что если мы будем идти по принципу сглаживания То это еще продлится очень долго А времени очень мало, надо развиваться, надо реализовывать очень серьезные проекты Скажем, транспортные проекты, энергетические проекты Поэтому я сторонник того, что в какой-то степени использовать все же авторитеты этой организации Чтобы эти конфликты были бы решены На это представители армянской делегации отметили, что ведут продуктивные дипломатические переговоры Со всеми странами-представителями ОЧС И ни в коем случае не препятствуют подписанию резолюции Я не знаю, что Азербайджанского депутатского министра сказал Потому что я думаю, что нет министра из Азербайджана Я не знаю, что вы сказали, если вы попали эту информацию Я имею в виду, что он не в этом мероприятии Потому что нет такой идеи Мы обсуждали, мы очень flexibles и продолжаем работать Мы продолжаем работать, работа продолжается У вас есть другая позиция, чем у остальных делегаций В Армении какая-то своя позиция Я имею в виду, что есть разные позиции Есть некоторые позиции, что есть разные Это процесс дискуссии, ничего не закончилось То есть, это процесс... Дискуссия, декларация на Суммите Это драфт декларация Это процесс Следующий этап после приветственного слова Двусторонние встречи в частном порядке между членами делегаций Стороны обсуждали проекты инвестиций в сфере энергетики, экологии и транспорта В частности, строительство общей автомагистрали вокруг Черного моря И развитие портовой инфраструктуры В рамках саммита Россия и Турция Подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле Финалом второго дня саммита для прессы Стал короткий брифинг президента Турции Раджепе Эрдогана Где он подвел предварительные итоги встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Несмотря на прозвучавшие в адрес друг друга обвинения, по результатам встреч была принята и подписана финальная декларация саммита ОЧЕС по итогам встречи в Стамбуле Члены организации Черноморского экономического сотрудничества выразили готовность вносить вклад в борьбу с терроризмом и наращивать экономическое взаимодействие Они отметили, что эффективная реализация конкретных совместных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, таких как кольцевая автодорога вокруг Черного моря и морские магистрали в регионе ЧЕС, будет способствовать росту инвестиций во внутрирегиональную торговлю, туризм и транспорт, а также успеху ЧЕС В документе также были затронуты вопросы мигрантов и беженцев По мнению участников, масштабность нынешнего кризиса с миграцией и беженцами является беспрецедентной со времен Второй мировой войны Страны-участники ОЧЕС обязались демонстрировать общее чувство солидарности и сотрудничества в целях удовлетворения потребностей и решения проблем внутренне перемещенных лиц, мигрантов и беженцев в регионе ЧЕС и за его пределами Возвращали журналисты-международники саммита со смешанными чувствами Усталость от большого количества работы смешивалась с чувством надежды Поскольку, наблюдая за руководителями стран из первых рядов, мы увидели главное – их готовность вести переговоры и налаживать совместный бизнес Если мы продолжаем делать в каждой организации разные языки, которые начинают говорить о том, что нас divide, то мы идем к нему Мы должны пришли к нему, чтобы найти решения, которые нас уничтожили Все 12, не 10, не 11, не 12.5 Мы не говорим о футбол-тиме, мы говорим о 12 Консенсус об интересах всех 12 Поскольку любой умный бизнесмен и руководитель отлично понимает Благополучие страны и народа – это развитие ее экономики И ради выгодных бизнес-контрактов и развития страны об обидах можно и ненадолго забыть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин